МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И однажды она меня привела в театральную студию. Актриса до сих пор удивляется, как ее взяли на курсы. Ведь даже фамилию известного поэта Шарля Бадлера она произнесла неправильно, с ударением на первый слог. Видимо, комиссия не стала обращать внимание на такую ошибку, заметив в девушке тот талант, который ей удалось раскрыть в профессиональной карьере. Психологическая драма «Класс коррекции», вышедшая в 2014 году, собрала восторженные отзывы критиков. Руки в коль туловище! Ты готова? Ты не везет, ты не везет! О-о-о-о! Смотри, а ты... Девочка-колясочница переводится в класс коррекционного обучения в обычную школу. Впервые в жизни ей приходится столкнуться с жестокостью окружающего мира. Актриса признается, творческий коллектив – ее одногруппники, поэтому работать даже на такой тяжелой роли было легко. Режиссер вложил в персонажа Марии частичку своей души – Лена Чехова, имя и фамилия его первой любви. В моей театральной киношной судьбе, наверное, не будет лучших партнеров, чем мои однокурсники. Особенно, если говорить о классе коррекции. Во-первых, повезло, что с своими однокурсниками. Во-вторых, повезло, что мы, по сути, все-таки дебютанты были. После оглушительного успеха фильма актриса приняла участие в фантазийной драме «Он дракон» еще через год в сериале «Кризис нежного возраста». Съемки давались девушке тяжело, авторы запрещали изменять текст, заставляли произносить реплики дословно. Создатели сериала подходили к работе так ответственно, что переснимали пилотную серию примерно 20 раз. Экзамен в этом семестре я принимать у вас не буду. Я улетаю сегодня на Камчатку. Андрей Сергеевич, а любовь. На вас любят. Я тоже люблю Маку. Всем пока. В 2018 году вышли менее удачные фильмы с участием Марии «Трезвый водитель» и «Позвоните Мышкину». От кино актриса после этого отстранилась, предпочитая играть в «Гоголь-центре» в постановке «Петрова в гриппе». И вокруг него, основанный на романе уральца Алексея Сальникова, она играет беременную девушку Марину. Одна из сюжетных линий драмы рассказывает о выживании молодой семьи в городском общежитии.